Всем большой привет! Девчонки, я хотела бы вам показать товары, которые мне пришли с сайта iHerb. Как вы знаете, на сайте iHerb огромное количество товаров. Это и косметика, и товары для дома, это продукты питания, какие-то лекарственные средства. Этот сайт невероятно популярный во всех странах. Сюда, в Эстонию, посылка мне пришла буквально за три дня. То есть, логистика, конечно, у них очень хорошо работает. Не знаю, как в Россию доходят товары. Напишите, пожалуйста, за сколько дней вы получаете товары с iHerb. Я заказала продукты от серии Natura Sway. Их очень много самых разных. Я выбрала то, что нужно мне и моей семье. Что вам сейчас я покажу? Девчонки, в свою очередь, хотела бы попросить вас, кто часто заказывает на сайте iHerb, написать в комментарии, оставить ссылки, что бы вы могли порекомендовать мне и моим подписчикам. Мне было бы очень-очень это важно и интересно почитать. Спасибо заранее. И первое, что я хотела бы вам показать, это моя любовь. Вы знаете, как я люблю кокосовое масло. И когда я увидела на сайте iHerb вот такую большущую падейку, здесь около литра, по очень привлекательной цене, я сразу же решила ее заказать. Девчонки, как вы знаете, кокосовое масло я использую чаще всего в кулинарии. Я обожаю жарить оладушки, блинчики на кокосовом масле. Во-первых, блюда, приготовленные на кокосовом масле, они не такие вредные, они не такие жирные. И мне нравится, что, например, оладушки или блинчики после использования именно кокосового масла, немножко-немножко с ароматом кокоса получается. Также это масло я использую, например, для волос, для питания своих волос, для кончиков. У него очень много полезных свойств, я его обожаю. Девчонки, как вы знаете, в России кокосовое масло достаточно дорогое. Я, например, в России брала вот такую маленькую баночку, там где-то было 150 мл за 350 рублей. Вот эта большущая банка, в которой около литра стоила 17 долларов, то есть рублей 800-900 ориентировочно для вот такого литра. Мне уже очень не терпится использовать это масло, потому что в последнюю неделю я использовала только растительное, потому что мое кокосовое закончилось. Следующее, что я приобрела от Натуросвей, это стевия. Девчонки, спасибо большое моей маме за то, что она открыла для меня этот натуральный заменитель сахара. В нем нет никаких химических соединений, никаких вредностей. Это, насколько я понимаю, сироп из растения стевии, он очень сладкий, у него нулевая калорийность и он полезен. И расходуется минимально, то есть на чашечку чая вам нужно где-то 5-10 капель, в зависимости от того, какой сладкий чай вы любите. У меня это второй бутылечек, первый бутылечек мне подарила моя мама. И что могу вам сказать, расход, конечно, очень-очень маленький. Девчонки, вот этой упаковки, честно говоря, не знаю, сколько здесь миллилитров, ее хватит на несколько месяцев. Я пью эту стевию уже где-то 3 недели, 2,5 и израсходовала вот столичка от вот этой большой упаковки. Муж у меня вообще с сахаром ничего не пьет, детки тоже. Я сейчас сахар не покупаю и пью чай или кофе со стевией. Есть большой нюанс. В России, например, стевии вообще практически нигде нет в продаже. Если есть, то она или какая-то очень дорогая, или, например, моя мама заказывала в Крыму через знакомых. Там стевия, она натурального цвета, то есть такая зеленовато-коричневая, и она немножко тягучая, густая. Здесь стевия прозрачная, я так понимаю, она немножко разбавленная и обесцвеченная. И вот этой стевии нужно немножко больше добавлять в чай, чем той стевии, которую мама покупала в Крыму. Российский минус, она с запахом. То есть я, когда пила чай, я чувствовала немножко вот этот травянистый вкус. Вот эта стевия, она совершенно безвкусная, без запаха, что мне в ней и нравится. Мне на чашечку чая нужно где-то порядка 10 капель этой стевии. Но все равно расход очень маленький, поэтому кто не пробовал, кто хочет заменить сахар, попробуйте стевию. Я думаю, вам точно понравится. Я в восторге от нее. Следующее, что я заказала, это витамины для глаз. Вы знаете, что у меня есть некоторые проблемы с глазами. Я надеюсь, что осенью я эту проблему решу. Но сейчас, где-то, наверное, с июня я стала опять замечать, что у меня все хуже и хуже с глазами. У меня очень сильно побаливает один глаз. У меня периодически двоится в глазах. У меня очень большой минус. А витамины для глаз я практически никогда не пила. То есть я в основном всегда покупала какие-то мультивитамины. Мне казалось, что они для всего. Вот эти витамины, они конкретно для глаз. Они, конечно, не дешевые. Но я прочитала несколько комментариев, отзывов. И девчонки очень хвалили. Некоторые писали, что видели результат буквально через 2 недели использования. Посмотрим. Здесь очень много разных полезных микроэлементов именно для глаз. Буду надеяться, что помогут. И мое зрение станет лучше. Следующее, что я заказала, это ихиноцена. Думаю, многие из вас о ней знают. Они наслышаны. Но, честно говоря, я никогда ее раньше не использовала. Она для укрепления иммунитета. Также во время болезни деткам дают, чтобы быстрее выздоровели. Скоро у нас грядет осень. И начнутся опять простудные различные заболевания. Девчонки, сейчас Алиночка не ходит в садик. И я вздохнула спокойно. Мы уже с мая ничем не болеем. Если бы, конечно, ходили в сад, у нас опять были бы сопли, кашель. Начнем пользоваться ихиноцей. Я надеюсь, что к осени мы здесь тоже пойдем в садик. У нас сейчас решаются вопросы с документами. И к октябрю, к ноябрю, я надеюсь, что Алиночка у нас отправится в детский сад. И хиноцея нам будет помогать бороться с вирусами. Будем укреплять иммунитет. И следующее, что я заказала, это витамины. Витамины нам с мужем и витамины для деток. Девчонки, я раньше немножко скептически относилась к витаминам, с iHerb или вообще с каких-либо сайтов. Но сколько же мне девчонок моих советовали попробовать. Они мне рассказывали реальные плюсы, которые они видели от витаминов, которые они заказывали на iHerb. Моя сестра постоянно употребляет витамины с iHerb, и она очень довольна. Потому что она постоянно сдает анализы и проверяет, все ли у нее в норме. Я очень буду надеяться, что витамины мне понравятся. Сейчас я о них вам толком ничего сказать не могу, но обязательно в каком-нибудь влоге, по мере того, как мы ими будем пользоваться, и после их использования, я вам дам свой отзыв. Эти витамины, они все без сахара, без каких-то вкусовых ароматических добавок, натуральные. Я уже попробовала взрослые витамины, они выполнены в форме конфеток таких жевательных, не мармеладных. Я вам скажу, что такой кисловато-сладковатый вкус, и чувствуется, что там нет никаких добавок. Здесь три разных вкуса и много-много разных полезных микроэлементов. Детские витаминки я взяла не желейные, обычные, тоже миллион разных микроэлементов. Эти витамины можно с двух лет, но я буду по одной штучке Марку уже давать. Посмотрим, надеюсь, никакой аллергии не будет у нас. Но опять-таки, если что-то будет, я с вами поделюсь, дам свой отзыв уже после использования. Алиночка попробовала, Марк попробовали, не выплюнули, понравились. Конечно, Алина была бы более рада, если бы витаминки были какие-нибудь желейные, типа мармеладных мишек, которые она пробовала раньше. Но это витамины, это не конфеты, поэтому даже и хорошо, что они не слишком конфетные, не так часто будут у меня просить. И следующее, что я заказала, это леденцы, мед, лимон и бузина, если я правильно произношу. Очень много разных полезных свойств. Я так понимаю, что они должны еще даже при заболеваниях в горле как-то помогать. Давайте посмотрим. Ну вот в целом и весь мой небольшой заказ с сайта iHerb. Девчонки, очень попрошу вас порекомендовать мне какие-то средства с iHerb, что вы любите, что вам действительно нравится. Покидайте ссылочки, буду очень признательна. Все ссылки на данный товар я обязательно вам оставлю под роликом. Укажу промокод на скидку. На сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!